Привет всем! Сегодня подробно расскажу и конкретно покажу, чем отличаются дорогие и дешевые филаментные лампочки. Филаментные лампочки мне очень нравятся. Они сохраняют эстетику старых лампочек накаливания. В них есть стеклянная колба и даже вот такие импровизированные нити, которые имитируют нити лампочек накаливания. Это и есть те самые филаменты. На самом деле это небольшая подложка из сапфирового стекла, заключенная в оболочку из силикона. Силикон с люминофором. А на сапфировом стекле располагаются кристаллы светодиодов. Примерно так же, как и в светодиодных лампочках. Вот в этих матрицах, это не отдельные светодиоды, это матрицы. Есть по нескольку светодиодных кристаллов, которые покрыты сверху точно таким же люминофором, как здесь. Только здесь это лак с люминофором, а здесь силикон. На ощупь филаментные нити мягкие. Я разбивал такие лампочки и проводил с ними опыты. В большинстве случаев филаментные лампы состоят из нитей по 30 и по 40 светодиодных кристаллов. Поэтому напряжение питания одной такой ниточки не менее 40 вольт. Иногда чуть ниже, но ниже 35 я пока еще не встречал. Светят они более-менее ровным светом за счет того, что свечение самого светодиодного кристалла, который находится под оболочкой из силикона с люминофором, рассеивается в люминофоре очень сильно. Ну а теперь к той самой теме, о которой я объявил. Если мы покупаем вот такую лампочку, независимо от производителя, мы можем натолкнуться как на китайскую подделку, так и на польскую подделку, и на американскую подделку, в которых стоят блоки питания, не соответствующие тем потребностям токовым и по напряжению вот этих самих филаментов. Где здесь можно было упрятать блок питания? Да, даже вот в таком маленьком цоколе, по сравнению вот с таким, типа стандартным, типа размером, конечно, весьма-весьма задруднительно спрятать блок питания. Но он там есть, и я покажу. Вот если в обычных светодиодных лампочках с такими вот корпусами, блок питания, он располагается на такой подложке, иногда вынесен на вот такую небольшую отдельную плату, и состоит, конечно же, из выпрямительного моста, сглаживающего конденсатора. Тут еще должен быть разрядный резистор, вот он здесь находится, и микросхема, которая управляет током через светодиоды. Все это должно было уместиться вот здесь. В цоколе такой лампочки места гораздо больше, поэтому все это размещается свободно. Здесь все размещается достаточно тесно, что может приводить, естественно, к перегреву схемы. Ну а давайте посмотрим вглубь и внутрь самой филаментной лампы. Вот те самые блоки питания, которые могут располагаться вот в таком корпусе. Сейчас покажу, как это может выглядеть в натуральную величину. Да, вот именно вот так располагается блок питания в филаментной лампе. Я только отогнул спасающий резистор, вот он находится. Он же резистор-предохранитель, и он же резистор, который спасает вот этот вот небольшой диодный мост в тот момент, когда вот этот электролитический конденсатор начинает заряжаться. Из чего состоит схема питания вот такой филаментной лампы? Это дешевая схема питания, и в этом легко убедиться, даже пересчитав компоненты, ее составляющие. Давайте посчитаем вместе. Есть вот этот вот резистор-предохранитель, диодный мост, небольшая микросхема, она практически одна и та же для старых глупых светодиодных лампочек. Почему глупых? Ну, скажу чуть-чуть позднее. И конденсатор. Есть тут, конечно же, и разрядный резистор. Все. Больше тут ничего нет. Как ни крути. Да, как ни крути, больше на этой плате ничего нет. И эта плата родня тем самым светодиодным лампочкам, которые так часто выходят из строя, моргают, перегорают из-за того, что перегреваются. Да, вот эти лампочки перегреваются благодаря тому, что и диодный мост, вот он здесь находится, и разрядный резистор, и микросхема, которая призвана регулировать ток в этих светодиодах, и даже резистор, настраивающий эту микросхему на определенный режим работы, все это находится здесь. Даже сам по себе электролитический конденсатор, который тоже нагревается в момент работы этой светодиодной лампочки, он выводами своими контачит на один и тот же вот такой небольшой радиатор. Это плохо. Это плохо точно так же, как плохо упрятывать достаточно мощные блоки питания для питания филаментных лампочек. И делать их вот такими. Ну а теперь давайте посмотрим, чем отличаются блоки питания дорогих и дешевых филаментных лампочек. Вот у меня блок питания весьма дорогой филаментной лампы, которая отличается по своим параметрам, но по мощности примерно такова, как и лампочка более дешевая. Я специально купил два типа ламп, одни из которых дешевые, другие дорогие. Обе лампы были филаментными. Я их разобрал, разбил, провел эксперименты, а теперь показываю вам. Эта плата более зеленая, более красивая и состоит из большего количества деталей. В этом легко убедиться. Давайте посмотрим, что на ней есть. На ней, конечно же, не обошлось без диодного моста, но вместо предохранительного резистора, который вот здесь есть, спасающий резистор, тут стоит дроссель. Есть некоторое отличие, да, но дроссель служит вовсе не для спасения этого конденсатора, хотя и для спасения служит тоже. В момент всплесков напряжения в питающей сети, дроссель погасит эти всплески, и они не пробьют вот этот конденсатор. Это очень хорошо, такие схемы люблю использовать я, и раньше они использовались в электронике. Теперь, значит, от диодного моста с конденсатором, который заряжается через дроссель, вроде с внешней стороны схемка очень сильно напоминает вот эту схемку. Давайте перейдем на тыльную ее сторону. Вот здесь все гораздо интереснее, я постараюсь приблизить, чтобы мы увидели, насколько эта схемка более сложна. Ну, не очень сложна, поверьте, тут не очень все сложно, как могло бы показаться. Тут есть добавлены высокочастотные, ну, нет, добавлены еще конденсаторы в высокочастотную цепь. Тут есть дополнительный выпрямляющий диод, и конденсаторы, и диод, и резистор служат для того, чтобы управлять вот этой небольшой микросхемой. Тут микросхема – это не просто токовый ограничитель и стабилизатор. Тут микросхема стабилизирует полностью параметры свечения филаментов от вот такого блока питания. Довольно интересная схема, и если кому интересно очень, вы можете всегда найти ее в интернете, а маркировочку, ну, я надеюсь, маркировочку вам на экране видно. Можете самостоятельно разобрать такую филаментную лампу и убедиться в том, что здесь стоит микросхема, дополнительная схема, фильтрующая импульсы высокого напряжения, которые могут повредить филаменты. И именно такая схема обеспечивает более долговечную и более надежную работу вот таких филаментных ламп. Эту же схему можно было прекрасно применить и для питания светодиодных матриц. И я думаю, в дорогих лампочках Филипс, там, наверное, или Асрам-Срам, вот такие схемы есть. Но как их найти? Ведь когда мы покупаем вот такую филаментную лампочку, мы не можем разобрать ее цоколь и посмотреть, что у нее внутри. Неужели все так плачевно? Ведь спрятать под оболочку можно все, что угодно, и просто потребовать с нас деньги. Методика проста. Когда-то я о ней рассказывал и повторюсь, это будет полезно вам. Чтобы определить, что находится внутри цоколя вот такой вот филаментной лампочки и даже светодиодной, и чтобы найти, где прячется вот такая хорошая схема или вот такая нехорошая, вам достаточно иметь либо специальный тестер, которого у вас нет, либо воспользоваться старым, либо новым радиоприемником с диапазоном средние и длинные волны. На средних и длинных волнах вот такие блоки питания, они, конечно, загрязняют эфир. И даже через металлическую оболочку радиоволны, излучаемые именно вот этим вот устройством, а именно дросселем, можно уловить на радиоприемник. Да, такие филаментные лампы с хорошим блоком питания, так же, как и Philips, так же, как и Osram, они все фонят в радиоэфире. Напоминает этот шум, шум тех же старых лампочек экономок, о которых я когда-то очень много рассказывал. Тут вообще в экономке очень много всего навороченного, но общего в экономке и вот в этом блоке питания то, что есть дроссель. Здесь дроссель в виде резистора, а здесь дроссель скорее напоминает трансформатор. И именно по работе вот этого дросселя в импульсном режиме можно будет судить о том, что перед вами. Но кажется, что вот такой дроссель, стоящий в цепи питания, излучать не будет. И вы ничего не услышите в радиоприемнике, потому что он всего лишь фильтр входной и выходной. Но, как я убедился, включение филаментов или светодиодов, или линеек последовательно включенных светодиодов через дроссель приводит к тому, что в электрической цепи, даже питаемой постоянным током, а уж тем более переменным, возникают импульсы. Импульсы на радиочастоте. На радиочастоте длинных и средних волн. Эти импульсы производятся самими светодиодами. Да, генератор дополнительно здесь не нужен. Как работают светодиоды в импульсном режиме, это уже отдельная история. А то, как выбрать хорошую филаментную лампочку, и как отличить вот эти блоки хорошие от плохого, с помощью всего лишь радиоприемника, я уже рассказал. На этом все. Пока. До следующих встреч. И удачи вам в выборе хороших филаментных лампочек.